всем доброе утро друзья я вот тут на кухне занимаюсь яйцом так сказать перемыла все яйца дожди у нас эти дни яйцо такое прямо сейчас знаете грязное грязное было в уксусной воде все промыло но они стояли конечно еще и вот сейчас хочу все это ополоснуть и наверное сушить как потому что корзинку положим или так на чтобы они высохли тогда я хожу в холодильник уберу вот ребята играются ходят лиза привет где-то там вон иван ходит санька привет без штанов бегаю до сих пор штаны одевайте хватит уже бегать включили полы полы теплые теплые такие приятные и вот ребятишки короче без носок гоняет хорошо у нас теперь тепло так честно залить водой и ополоснуть их ну-ка еще раз войн давай так заливается вентилятор как-то меняет голос давай включаем вентилятор чтобы разгонял маленько по дому у нас здесь воздух потому что душновато очень сильно задули дом кстати эковаты плотно-плотно и дом практически не дышит вроде деревянный земля в алюминаторе поет дочь поправь дивана папа поехал у нас в магазин мама список дала короче мне к обеду нужно горбушу уху сегодня приготовим наверное скорее всего так ну ладно буду перекладывать на полотенце бесполезно еще укатятся ой как мне нравятся эти корзинки в леруа купила такие классные за яйцами особенно ходить прям воды что ли сани не балуйся кстати написали там что у резиновые игрушки если будем брать купаться и кто плесень может появиться внутри ну короче говоря теперь не буду давать им с собой я боюсь я не хочу эту плесень чтобы она там появилась так не здесь ничего не брызгать вот еще плесени нам в игрушках только и не хватало потому просто раньше как-то играли знаете с резиновыми игрушками хорошо так было может быть купить конечно отдельно каких-нибудь уточек чтобы дырочки закрыты были вот так короче я промываю яйцо сейчас может даже в корзинке оставлю воду солью через дырочки то что все не влезет однозначно за несколько дней подкопилась сегодня еще нанесут вкусный банан что-то не может последнее время у меня алиса в туалетик сходя грузи папка бананы может поможет привез продукты рыбку мне сейчас будем готовить уху да видел что они с банановой этой начинкой булочки с банановой начинкой папа решил все с бананами привести ли это тоже бананы ладно да место заказала еще шампунь вот такой-то он себе берет от перхоти помогает ему хорошо и еще привез гордину в коридор надо или как она называется правильно это не гордины наверное короче мы поняли и швабру такую мне привез еще попробовать этот ламинат наш мыть я вообще уже деревянную швабру попросила говорю может привезешь мне просто деревянную швабру короче не было привез такой попробую ей посмотрим как будет что дождик кончился маленечко но очень сыра на улице ладно давайте все приберем я намыла полы 8 доме новой швабры так все вышло осталось только приспособиться к ней потому что она крутится я не привыкла все накрутится саша устанавливает дополнительные розетки а то не хватает иногда пылесосишь и далековато вот здесь нам воткнуть посередке сейчас подожди сына вот ну и почти везде уже установили или еще но там у гладильной доски розетку сделали чтобы гладить в прачке можно было а то тоже далековато было ну сейчас здесь сделаем пылесос когда будем пылесосить если здесь включим то удобно убирать вот здесь вот всю территорию вот эту а то приходилось включать либо на кухне либо в коридоре не дотягивается шнур она здесь и предназначалась же да здесь и будет мы с алисой немножко присели чайку попить чай с молоком булочки хлеб батон порезали вкусно да мой вкусно немножко сейчас отдохнем и дальше будем заниматься делами правда сейчас ребятам надо позвонить как они там наверно тоже дожди льют все сделаешь завтра вроде бы полегче будет дождик пройдет но сыра будет влажность наверно большая наверно завтра поедем в больницу в иркутск надо ну не наверно точно надо ехать не завтра узи врач у меня сюда не разбиваем и кокосы которые на острове большие такие да я их никогда не пил не понятно что пилой динозавры динозавров их нету сына не переживай пальцы саша ну ладно допьем чай и будем готовить когда у нас были динозавры то что у нас тут был период период у нас тут был они друг друга кушали а травоядные кушали травку которые едят огромные деревья конечно травоядные у них такая длинная шея не помнишь как их зовут нет ну ладно в книжке надо посмотреть так дочь только успевает кто булочку не доел она вот так вот прошлась кто не доел под кусала тоже кто ты вот оставил алиса пошла все полапала по накусала пошли ручки пойдем пойдем грязная девочка дорогие друзья пришел мой заказ с интернет-магазина т-декор и сейчас я вам немножечко покажу что же нам пришло и что же мы заказали на этом сайте очень много появилось разных вкусняшек и для выпечки и для первых вторых блюд много чего и поэтому сейчас очень классно там заказывают такие вот продукты уже не первый раз берем очень понравилось взяли вот кокосовую стружку я знаете очень редко беру очень редко сашей хопилками называет но все равно я думаю можно попробовать ну потому что как-то попадается что прям очень сильно пересушены какие-то невкусные но даст бог вот это может нормально будет где-то выпечку можно будет посыпать мак тоже брала для выпечки можно булки стряпать люблю булки с маком очень вкусно получается кстати орешки первый раз вот взяли детские орехи вот посмотрите какие они вроде бы все хорошие целые не знаю внутри надеюсь что тоже очень вкусно писташки посмотрите как много один килограмм ходим тут всей семьей облизываемся игры ну сейчас обзорчик снимем и с хрумкой на не солененькие вкусные ребята тоже очень любят так дальше мята хочу попробовать смешивать чаи из разных трав так набор для мяса вот такой вот ведь у них как бы вот 100 грамм здесь то есть там разная есть весовая категория поэтому там надо отметить сколько ну вот 100 грамм мне казалось будет мало тут нормально вот набор для шашлыка тоже очень отличный смотрите никакой здесь не песок как многие думают ничего не мусор все чистенько хорошее набор для первых блюд тут прям так и подписано набор для курицы тоже мы брали для первых и для курицы очень вкусная курица получается дальше значит набор для рыбы впервые беру даже еще не нюхала не знаю кстати порезала сегодня вся в зеленке ой мама мама с новым ножом от фаберлик порезала руку очень острый в общем попробуем рыбку сделать и посмотрите друзья шиповник горный шиповник какой чистенький большой шиповник же вообще очень тяжело найти вот так вот хороший он был в аптеке может если только ну тут вот прямо то пол килограмма получать я взяла килограмм будем на зиму ну или сейчас осенью можно будет чай запаривать вот хочу мяту я еще это не все еще буду подбирать все что нужно будет так масочки пригодятся это подарок который вы тоже получите получите при заказе вы сами его выбираете тут полотенце вафельное и носовые платочки значит мармелад вот такой желейный так мармелад балтика и просто мармелад желейный очень вкусный не сильно сладкий не такой уж прям как приторный мне вот очень сильно понравилось что он такой с кислинкой вкусняшка ну ребятишкам лопатки я говорю зачем уже сейчас лопатки взяла наверное зимой будем с ними копаться ну может еще ребята в песку поиграет песке вот клей карандаши тут лиза любит рукодельничать и вот попросила лиза тоже еще попросила песок у меня вот думали что маленькая придет баночка пришла вот такой большая представляете там вот зарыты фигурки я не знаю что там еще есть вот одну вот одна здесь сверху лежала вторая вот она видите возможно что там есть что-то еще в наборе песок два килограмма они две формочки значит там только две формочки вот такой песок первый раз такой вообще взяла своим ребятишкам часто вижу тоже у разных блогеров что уберут вот попробуем надо наверно в поднос его куда-то высыпать чтобы ребятишки занимались ладно чтобы алиса его не наелась этими же лопатками ну вот так во всем сейчас я это все уберу и кое-что еще покажу фантастическое развлечение взяла ребята мы мыльные пузыри эластичные написано значит наборе есть две перчатки какой-то там ты не пистолетик это выдувал к не знаю как это работает потом посмотрим с ребятами и баночка с мыльными пузырями тут еще вот такая палочка есть с тарелкой короче говоря тоже первый раз такой беру 5 плюс написано ребятки пускай попробуют как это работает вообще мы всегда брали просто соломинки из соломинками надували могут попробовать другим немножко способом даже не ожидала что вот эта мозаика будет такая большая написано один плюс сделано в россии безопасно посмотрите какая она гигантская саша маленького же под собрали открыли ребятишкам день нужно будет потом заниматься тут даже может алиса спокойно брать ведь они большие мы думали мелкие боялись что я не посмотрела там на сайте как бы думал что она маленькая но нет она вот хорошо что большая и такие вот тут ячейки и алиса и думаю тоже справиться ваня саша им будет интересно развивать мелкую моторику это очень хорошо вот казалось что здесь не хватает да ну нет на самом деле здесь все хватает всех деталей просто здесь специально свободное место есть что можно было что-то делать это получается у нас 80 деталей вот такие вот можно разные картинки алиса так может просто коврик какой-нибудь собрать вот обратите внимание такая вот мозаичка там есть написано написано 80 деталей и и последнее это две вот такие вот ключницы не знаю вам тут от окна отвечает или нет свет немножко сейчас я достану распечатаю посмотрим вот значит они такие вот правила этого дома открытое закрыть грязное помыть голодного покормить грустного обнять тут одна но это вот помните волка из мультфильма ну ты это заходи если чё смешной вот тут четыре крючочка вот здесь вот три там на входе повесим это у нас пока что как говорится на саморезах ключи висят крепится значит вот так а это у нас крепится вот здесь нужны гвоздики или саморезики так что вот такой был обзорчик ссылочка будет в описании проходите знакомиться с товарами всем удачного дня ребят тут занимаются плохо видно мы отсыпали немного песка в тазик потому что новым очень на его там ну нереально в такой этой баночки план чтобы напомним не насыпался ладно он если отрывается то все равно вот увидите какой его нужно держать в одной кучке как говорится мама а есть еще тазик для славки пусть ему так неудобно на кухню сходи посмотри если он не занят ты уже немножко навалил подсобери вот так вот вот так вот пальчиком собирается так нет не собирается лопатку возьмите лопатки что-либо коридор там еще красные славки возьмите а и и и и и и и и и мы приехали к бабушке сейчас машина загонит под вечер рванули А что особенно? Дождь был. Привет. Что готовишь? Короче, Алена хотела дома укук приготовить, но везде не валялась по селе, ничего не делала и решила вот здесь. Ну что ты видела? Молодец, спасибо. Это неправда, это вранье. Короче, не дошли у нее руки до ухи, она решила ее пожарить. Я зато сегодня убиралась дома, все перемыли. А все, а потом поехали сюда. Мы ее взяли с собой и сейчас приготовим. А все равно пришлось ему чистить, да? Хоть и сюда приехали. Так не хотела чистить рыбу, но пришлось. Почему? У меня это вообще не проблема. Куда ее? В собаке. Ведро с собачьей. С собачьей. Два каких-то ведра. Не знаю. Высыпешь не то, мама придет, тебе скажут, что ты не холодно была варить. Я скажу, что ты сказал мне в это ведро. Что хитришь-то, а? Сейчас. Голая вот она была на руку оставить. Покажи печечку, какая печка у мамы. Так ты же показывал в прошлый раз. Ну правда она не бельная была. Теперь ты, конечно, красивенькая стала. Вот так бы он сделал. Козырек? Да. Так же и противень можно было поставить. Да зачем? Вон там же есть куда поставить противень. Мало нет, совершенно как стоит противень-то. Так вот так его разверни и все там место вон немерено. Там клюка, который я делал. Ты делал? Это она поставила, потому что здесь у нее, смотри, сегодня дождь шел и вот бежала с крыши. Поэтому она поставила сюда противень. Это я сделал, да? Здесь она была вообще плоская. Ну это я же здесь делал на скорях. Просто загнул, мы искали клюку, нет клюки. Да, нормально. У нас такая еще дома тоненькая, да? Но у нас тоже тонкая, нормально вроде. Постучал, подскреб маленько там. Там лишь бы в это зола провалилась. В золу, например, я уже не думаю. Не знаю. Смотрим. Пухли-то еще можно, и давай. А так-то здесь широко считай, что полтора кирпича ширина. Легко поднос поставишь, даже два. Или этот противень. Вот так бы можно было. Вот, например, ягоду посушить, например, или еще там что-то. Ясно. И ту же обувь, да? А там кротошка клюва, что ли? Так пойдет, раз уже сделано. Аккуратно. Молодца. Везде теплое. Лиза, посмотри Лиза. Теплое не видно. Аккуратно. Это опунь черпав, да? Да. Первый раз в жизни такого готова. Бабушка приготовила картошку. Тут у нее еще плов, смотрю, навариваю. Каши рисовые с мясом. Еще супчик какой-то, я не знаю. Уха, что ли? Рыбный день сегодня. Или показалось. Сегодня что, у нас понедельник? Наверное, да. Понедельник, рыбный день? Четверг вообще-то? Нет, у нас-то понедельник. В общем, ребята, мы привезли Лизу и Славика немножко погостить. Славик будет гостить у тети Оли, потому что там Костя с Вовой, да? А Лиза будет гостить у тети Насти. Там Ксюша. Вот. Короче, вот так вот распределили. Короче, вот. Немножко погостят. Уж скоро в школу. Они так просятся, сильно скучают. Ну, идите с папой порвите ягодку, сходите. Ну, мы под вечер решили уже их привезти. Потом, не знаю, когда заберем, как получится. Так, бабушка тут намыла огурцы, укропчик. Не знаю, салат хотела сделать или так. Не поняла. Короче, рыбка моя поджаривается. В общем, Саша попросил меня не вот такие большие куски сделать, а порезать по мелочи. Сказал, вот такие маленькие сделай. Ну, ладно. Она хочет, муж, чтобы рыба точно прожарилась. Я говорю, и так прожарится, если что, я бы крышкой закрыла. Я что-то привыкла такие большие всегда делать. Я с четырех сторон прожариваю, потом еще крышкой могу закрыть, луком засыпать все, приправкой, лаврушки туда. Ну, ладно. Саша так попросил, сделаю и так. Что, растопила уже, да, одну? Решили помыться в баньке все. Сейчас растопим. Успеет? На лес? Конечно. Так лето, да. Быстро, лишь бы вода была теплая. Ополоснемся. Сейчас поужинаем все вместе и потом поедем домой. Ой, не могу масло. Все, мы садимся уже ужинать. Сейчас буквально масло разложу на горячую картошку. Вкусная рыбка получилась. Да, у нас тут цвета музыка, посмотрите какая. Дети захотели дискотеку, а Алиса уже принарядилась. Нам и не надо музыку, детские голоса, звонкие. Ваня, зачем ты ее бьешь-то этой шапкой? Я тут. Ключ у тебя? Где нашел? На полу. На полу валялся? Да. Ясно. Шапку давай оденем. Будем, будем, будем. Так, смотри. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Субтитры подогнал «Симон»